Казахстан и Международная организация труда подписали дорожную карту. Наша страна намерена вывести условия работы казахстанцев на новый качественный уровень. В Женеве на полях Международной трудовой конференции казахстанская делегация провела ряд встреч, в том числе с генеральным директором МОД, руководством Международной ассоциации социального обеспечения и главами делегации других стран. В рамках совместной работы планируется проведение консультации и анализ действующего законодательства в сфере социальной защиты и трудового права с дальнейшим внедрением ведущих мировых стандартов достойного труда в казахстанскую практику. «Первое – это вопросы безопасности охраны труда. Это ключевой базовый приоритет. Это вопросы связанные с расширением возможностей для деятельности наших социальных партнеров как объединений работников в лице профсоюзов, так и работодателей. Это вопросы социальной защиты. Это достаточно актуальная тематика, которая требует постоянного совершенствования. Это вопросы связанные с недопущением дискриминации на рабочих местах. И, конечно, это вопросы связанные с повышением доходов населения». Для Казахстана это очень важная тематика, так как там есть большой горнорудный сектор, который, как мы знаем, является промышленностью с высокой степенью риска. Но также соглашение касается трудовых инспекций и других сфер. Но особенную радость вызывает тот факт, что Казахстан присоединился к глобальной коалиции за социальную справедливость. «Документ очень значимый, потому что включает в себя различные примеры, инструменты для реализации, опыт других стран. И мы уже, изучив этот документ, со всех сторон решили внедрять его в работу и в нашей стране». Московская биржа приостанавливает торги доллара и евро. Ранее Министерство финансов США расширило свой санкционный список. В нем прибавилось почти 30 физических лиц и 300 российских и зарубежных компаний. В их число вошли Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий за валютные торги. В Центральном банке России заявляют, что несмотря на это, Россия и граждане могут продолжать покупать и продавать валюту через российские банки. Но такие сделки будут совершаться на внебиржевом рынке. Провести качественную работу по подготовке столичной ТЭЦ к отопительному сезону. Такую задачу поставил перед представителями коммунальных структур председатель Кабинета министров Кыргызстана Акалбек Жапаров. Он поручил завершить ремонт на теплоэлектроцентрале в срок и подготовить оборудование к зимним нагрузкам. Акалбек Жапаров отметил, для бесперебойной работы все процессы на ТЭЦ должны стать прозрачными. Для этого необходимо автоматизировать учет выработки, передачи и распределения теплоснабжения. Ранее ТЭЦ Бишкека и ряды других объектов передали введение в мэрии города. Для управления ими в муниципалитете создали департамент топливно-энергетического комплекса. В аргентинской столице развернулись уличные бои между полицейскими и тысячами недовольных реформами. Курс президента на снижение государственного влияния в экономике вызвало бурю негодования. Протестующие вооружились палками и булыжниками, резиновые поли, слезоточивый газ и водометы. Полиция применила широкий арсенал, чтобы разогнать протестующих. Сколько людей стали жертвами кровавых столкновений на улицах Аргентины, пока неизвестно. Местные власти уже назвали их террористами, пытающимися совершить госпереворот. Одно из требований остановить ликвидацию фонда поддержки учителей. По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила более 200%. Сейчас около 40% населения живут за чертой бедности, и их средства едва хватает на еду. А новые законопроекты угрожают отнять у людей последние пособия гарантии трудоустройства от государства. Учителя не единственные, на ком президент собирается экономить. Шоковая терапия для аргентинской экономики, по плану Миле, включает в себя отказ от регулирования цен и отмена закона об аренде недвижимости. В Конгрессе обсуждения еще продлятся. Сейчас продукты в аргентинских магазинах подорожали. В течение последних нескольких месяцев страна переживала бензиновый кризис. Топливо за неделю подорожало на четверть. Параллельно с этим президент собирается вести 300 реформ, среди которых закрытие Центробанка. Это катастрофический закон для аргентинского народа, где есть трудовая реформа без выходного пособия, где рабочие снова платят налог на зарплату, где президент имеет право принимать любые меры в течение одного года. Мы считаем, что есть другой путь для Аргентинской республики. Этот проект, который является основой капитуляции нашей нации, мы полностью против всего этого. Вот почему наш блог голосует против.